Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 7 февраля, Православная Церковь совершает память священномученика Владимира Богоявленского, митрополита Киевского. В миру Василий родился 1 января 1848 года в семье священника Никифора Богоявленского, впоследствии также принявшего мученическую кончину. С детства Василия отличали скромность и чистосердечность. После духовного училища и семинарии в Тамбове он в 1874 году окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия и получил назначение преподавателем в родную семинарию. 31 января 1882 года Василий Никифорович Богоявленский был рукоположен во пресвитера в Покровской соборной церкви города Козлова и вскоре назначен настоятелем Троицкого храма и благочинным городских церквей. С начала своего пастырского служения он в полноте проявил административные способности и стяжал любовь и уважение к Лира и Мирян. В трагической смерти жены и единственного ребенка молодой священник усмотрел промысл Божий. Поступив в Тамбовский Казанский монастырь, он 8 февраля 1886 года принял иноческий постриг с именем Владимир, на следующий день был возведен в Сан-Архимандрита, назначен настоятелем Троицкого Козловского монастыря, а в октябре того же года настоятелем Антониева монастыря в Новгороде Великом. 3 июня 1888 года в Александро-Невской лавре архимандрит Владимир был рукоположен митрополитом новгородским, санкт-петербургским и финляндским, и сидором, и другими иерархами воепископа старорусского, викария новгородской епархии. Преосвященный Владимир, проявляв постоянную заботу об устроении церковно-приходской жизни, уделял особое внимание духовно-нравственному просвещению мирян. 19 января 1891 года святитель Владимир был назначен на Самарскую кафедру. В то время губернию поразила эпидемия холеры и неурожая. Власть терялась, и первый пошел к народу с крестом в руках епископ Владимир, явившись в тяжелую минуту его истинным печальником и крепкой нравственной опорой. Святитель повсюду стремился быть вместе с паствой, совершал о почивших панихиды на холерном кладбище, служил на площаде города Молебны об избавлении от бедствий, безбоязненно посещал холерные бараки в местах, охваченных эпидемией. В те тяжелые дни владыка Владимир много внимания уделял и духовному образованию, катехизации населения. С 18 октября 1892 года в течение шести лет святитель Владимир управлял грузинским экзархатом в сане архиепископа Картолинского и Кахетинского. Возглавляя Тбилисскую кафедру, он неустанно трудился над духовным просвещением разноплеменного населения, укреплением и распространением православной веры на Кавказе. В результате его неутомимых трудов было построено и возобновлено более ста храмов, в том числе много старинных заброшенных. Открыто свыше 300 церковно-приходских школ, устроена духовная семинария в Кутаиси. С 21 февраля 1898 года владыка Владимир, митрополит Московский и Коломенский, будучи духовным руководителем Великой Княгини Елисаветы Федоровны, митрополит Владимир оказал ей содействие в основании Марфа-Мариинской обители. 23 ноября 1912 года высокопреосвященный Владимир был назначен митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским с присвоением ему звания и прав первенствующего члена Священного Синода. Святейший патриарх Тихон позднее так говорил о деятельности владыки Владимира в тот период. Он был верен канонам Святой Православной Церкви, преданиям отеческим и безбоязненно, и смело, честно и благородно исповедовал эту снедающую его ревность перед всеми, какими бы последствиями это ни сопровождалось. Три года управления тогдашней столичной епархии оказались чрезвычайно трудными для него. В городе усиливалось влияние Распутинщины, явственно ощущалась гибельность последствий, ее проникновение в церковные и государственные дела, в жизнь царской семьи. За открытое неприятие и осуждение Распутина святитель Владимир впал в немилость и в ноябре 1915 года переведен в Киев. Октябрьский переворот 1917 года вызвал нестроение в церковной жизни на Украине. Состоявшийся в то время в Киеве епархиальный съезд Клира и Мирян образовал самочинное управление и призвал к созданию независимой украинской церкви. Выступая против переустройства уклада жизни епархии и неканонических действий по образованию автокефалии, митрополит Владимир призывал пастырей и посом их избегать вражды и препятствовать расколу, сохраняя церковь в единстве и чистоте православия. С приходом в Киев, гражданской войны и захватом большевиками города начались невиданные там дотоли грабежи и насилия, сопровождавшиеся осквернением монастырей и храмов в святынь Киева-Печерской лавры. 25 января 1918 года вооруженные силы ворвались в покое митрополита Владимира и после издевательств над ним вывели его за стены лавры и расстреляли. Перед смертью архипастор совершил молитву, благословил своих убийц и сказал «Господь вас да простит». Найденное братья его тело было изувечено множеством колотых и огнестрельных ран. Мученическая кончина святителя Владимира явилась началом длительного периода гонений на русскую православную церковь, во время которых бесчисленное множество клириков и мирян приняло мученические венцы, свидетельствуя о вере Христовой даже до смерти. Честные мощи священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого были обретены летом 1992 года и положены в дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, преподобного Анатолия I Оптинского, Зерцалова, святителя Моисея, архиепископа Новгородского, мученицы Фелицаты Римской и сыновей ее, мучеников Иануария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала, преподобного Поплия Сирийского, преподобного Мара Певца, священномученика Петра Зверева, архиепископа Воронежского, священномученика Василия Зеленцева, епископа Прилукского, священномученика Стефана Грачева-Пресвитера, мученика Бориса Заварина, совершается празднование иконе Божией Матери «Утали моя печали». Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!